Дорогой отец Валерий, дорогие отцы и священнослужители, братья и сестры, Христос Воскресе! Мы сегодня, в первый день праздника Пасхи, в этом году смиренно взираем на кроткий образ Христов, который поистине исполнил пророческие слова, сам о себе он повторил ветхозаветное слово о том, что он пришел на землю и трости надломленной не переломит, и льна дымящегося, курящегося не нарушит. То есть действие Божественной благодати таково, что оно не будет сковывать свободу человека. Последняя книга Библии так и говорит, что пусть каждый продолжает делать те дела, которые делает. Грешник грешить, завершая свои дела злобы, а праведник пусть делает дела правды, чтобы в последний день явилась эта правда. И воскресение Христова произошло тогда, когда большая часть человечества в Иудее спали. И действительно Господь не тронул ни чью свободную волю. Он совершил это для того, чтобы люди откликались на Его приглашение Царства Божьего, не потому, что они боятся Бога, не потому, что Он совершал какие-то величественные знамения и тем самым пугал бы народ своим всемогуществом. Нет, Он открывает нам Свои объятия, чтобы мы в первую очередь почувствовали Божественную любовь. И именно эта жертвенная любовь и состоялась в тех действиях, событиях, которые происходили в Иерусалиме в отмечаемые сегодня нами дни. Это и Его страдания, и смерть, и погребение, и, наконец, воскресение. Мы видим, как Божественная благодать все делает для нас, не сковывая нашу свободу, но наоборот приглашая нас ответить своей искренней любовью на Его приглашение. Мы слышим эти замечательные слова Евангелия, которые сейчас напомнил нам Отец Валерий о том, что Христос предлагает невременную земную радость. Он, обращаясь к Своим ученикам, говорит о радости, которую невозможно отнять у человека. Еще незадолго до своих страданий, он об этом сказал жене Самарянке, проходя один из самарянских городов. Воду, которую я дам тебе пить, она имеет такое свойство, что пьющий ее никогда не будет жаждать. Иоанн Богослов нам намекает здесь о благодати Святого Духа, которую должен получить каждый, кто будет веровать в Господа. И именно об этой благодати напоминает Христос Своим ученикам, говоря, что радости вашей, которая имеет максимальную степень возможностей здесь, на земле, никто уже не отнимет. Смотрите, сколько много у людей отнимают и имущество, и славу, и власть, и, наконец, жизнь. Но эту радость, это сокровище никто не может отнять. Что это такое? И почему ее нельзя отнять? Да потому что эта радость о воскресшем Христе, вера наша, она является средоточием нашего сердца. Она хранится в сердце и в нашей душе, куда не может попасть ни одна человеческая рука. Никто не может украсть ее, если только мы сами добровольно не отдадим эту радость, меняя ее на приходящее, бесценное и ненужное сокровище этих земных благ. Если мы вспомним слова Господа в начале Его проповеди, то они касались тоже этого. «Собирайте себе сокровища на небе», — говорил Господь, потому что все, что мы собираем здесь на земле, останется здесь. И это большое отличие от тех, кто живет земными ценностями, земной жизнью, и теми, кто живет небесными ценностями, ценностями веры, тем, что нельзя потрогать. Как мы можем прикоснуться к любви, к милосердию, к прощению? Разве эти вещи как-то материально выражаются здесь на земле? Никак. Они принадлежность нашей души. Так же, как и наше знание и память, все это лежит в области духа. Потому что Господь говорит о каждом нашем слове, за которое мы будем нести ответ. Оно не пропадает и является тоже сокровищем нашего духа. Таким образом, если мы собираем в наших сердцах божественную любовь, радость о Духе Святом, храним ее, бережем ее, не даем дьяволу или злым людям туда проникнуть, то эта радость будет с нами всегда. И эта радость начинается здесь на земле, а продолжается в вечной жизни. И поэтому ее невозможно отнять. Она принадлежность не материального, а уже духовного мира, вне времени, потому что время приходящее, и наступит момент, когда и оно может свернуться, как исчезнет эта земля по Слову Божьему, как проклятая, как обреченная здесь на завершение всего греховного, что сотворил человек и дьявол. Но Иоанн Богослов напоминает нам, что он видел новую землю, и новое небо. Небо и земля правды Божьей, где Бог пребывает в любви со Своими детьми и чадами, которые именно через веру обрели Его, как Небесного Отца. Поэтому праздник Воскресения Христова это праздник победы Духа в первую очередь. Ведь мы видим, что зло продолжает жить в этом мире, и Господь Сам говорит, в мире будете скорбны. Этот мир несет много отравления душе, потому что много вошло зла и искушения в наше человеческое сообщество. Поэтому не останавливается движение дьявола в этом мире. Он хочет еще больше оторвать людей от Бога. Но Господь сказал, после слов, что мы будем скорбны в этом мире, дерзайте, ибо Я победил этот мир. Победа Духа, победа над грехом, над смертью, она в руках Бога, и мы можем приобщиться к этой победе через нашу веру в Него. Он не дает нам путь подвигов, ибо никакие наши дела не могут загладить грехи, совершенные против Бога. Но Он дает нам возможность исцелить душу и дает нам способность любить Его. Ведь у каждого из нас есть сердце, у каждого есть душа. И то, что сегодня предлагает Церковь, этот невещественный праздник, он принадлежит именно душе. Будем же благодарить и хвалить Господа за Его неизреченную милость, что мы можем прикоснуться к этому спасительному делу воскресения Христова. Мы можем стать соучастниками этой радости, которую имели апостолы, прикоснувшись ко Христу. Мы можем быть такими же свидетелями, потому что, если в нашей жизни воплощаются идеалы добра и справедливости, исполняются заповеди Христовы, и мы являемся участниками действительными Нового Завета, то, конечно, и с нами Бог. И Он нас наполнит благодатью Святого Духа, этой неизреченной радостью, которую теперь никто не сможет у нас отнять. Эта радость сопровождает христианский мир уже две тысячи лет. Эта радость передается из поколения в поколение, напоминая о спасительных делах Господа нашего Иисуса Христа. И мы сегодня не только раздаем благодатный огонь, как символ любви Божественной, но и имеем возможность приобщиться к радости Христовой. Но будем помнить, что это возможно только чистым сердцем. Поэтому будем жить так, чтобы не омрачать духовную радость, чтобы наши дни были наполнены добрыми делами, чтобы наша душа всегда ликовала и не могла быть скована никакими цепями греха или страстей. И это в нашей силе, если мы уповаем на Бога. Он поможет, ведь Он разрушил уже дьявольские оковы, Он уже победил смерть, и мы просто приобщаемся к этой победе своими добрыми делами, верой и любовью, надеждой, упованием, милосердием и всеми другими благочестивыми способами, которые даны нам, чтобы действовать в этом мире. Будем же и молиться от сердца, будем и по возможности совершать добрые дела, будем и радоваться, что Господь нас удостоил такой чести быть с Ним, называться Его детьми. Так будем же достойны этой надежды божественной на нас. Он уповает, что мы оправдаем Его доверие и будем всегда служить Ему в своей чистоте и святости. Ибо для этого Он и призвал людей-грешников к очищению души и к возвращению в тот прекрасный, Богом сданный, человеческий образ, по образу, созданный Божию. Я верю, что Господь даст нам силы, чтобы мы боролись со грехом, чтобы мы преодолевали косность этого мира и чтобы мы всегда были такие скорые на добродетель, с какой скоростью ангелы исполняют волю Божию. И пусть эта пасхальная радость будет в наших семьях, в нашем Отечестве, во всем мире. Пусть эта радость от Духи Святом пребывает во всех людях доброй воли. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником Христовой Пасхи и желаю вам помощи Божией, здравия и спасения, благополучия всего вам и вашим семьям. Пусть Господь окрыляет вас вдохновением и надеждой в светлое будущее в завтрашний день. Христос воскресе!